Доброе утро, уважаемые трейдеры, с вами Дмитрий Олексинцев, и я приветствую всех на сегодняшнем утреннем брифинге. Давайте вкратце подведем итоги прошедшего дня, и для этого вернемся во вчерашнюю торговую сессию. Итак, новостным фоном для вторника по большей части явились новости из Китая, а также публикации индекса потребительских цен Германии, Великобритании и Испании. Вместе с публикацией индекса экономических настроений к середине дня это сформировало определенную картину по ряду валютных пар. Так, например, произошло снижение GBPUSD с отметки 1.333 на уровень 1.326. Забегая вперед, я отмечу, что к концу торговой сессии фунт-доллар достигал значений 1.317. Вполне вероятно, что дальнейшее снижение данной валютной пары может встретить серьезную поддержку со стороны покупателей английского фунта, а достижение новых, более низких в микромасштабе уровней не будет столь быстрым. Абсолютно противоположная картина сложилась по валютной паре USDJPY и Иена. Мы увидели уверенный и вполне предсказуемый рост от уровня поддержки 101.4, продолжавшийся на протяжении всей торговой сессии. Наиболее популярный евро-доллар торговался в течение дня разнонаправленно, и, однако, выход позитивного отчета об уменьшившемся дефиците бюджета США подстегнул доллар к росту по отношению к другим валютам. При этом даже такая, казалось бы, позитивная новость была встречена покупками уже на уровне поддержки в районе 1.120 и 1.1.21. Стоит отметить, что нефть за предыдущую торговую сессию потеряла в стоимости всего около 1 доллара за баррель. Но данный факт не является удивительным, поскольку участники финансовых рынков находятся в ожидании ключевого события именно сегодняшнего дня – выхода информации о запасах сырой нефти. Разумеется, помимо этого, день в целом будет богат на экономические новости, и нас, вероятно, ожидают серьезные движения на финансовой арене. В данном случае для успешной торговли стоит знать, где ожидают основные уровни поддержки и сопротивления, в рамках которых мы сможем с наименьшими рисками и наибольшей прибылью завершить сегодняшнюю торговую сессию. Итак, по моему мнению, по евро-доллару очевидным уровнем поддержки является все тот же диапазон 1.120 и 1.121, а сопротивление в данном случае обозначено значением 1.125 и 1.126. По GPP-USD в случае дальнейшего снижения мы можем ожидать значений с диапазона 1.306 и 1.310. Однако на момент начала дня валютная пара консолидировалась на отметке 1.316, что может дать повод держателям коротких позиций задуматься о закрытии своих сделок. Что касается нефти, на сегодняшний момент, на текущий момент, очевидным техническим уровнем поддержки является значение 47 долларов за баррель. Сопротивление для держателей длинных позиций является уровнем, такие как 48.5 и далее более серьезный уровень расположен на 50 долларов. На этом сегодняшний брифинг подошел к своему завершению. Я желаю всем отличного дня и успешной торговли. Продолжение следует...